ребят делайте со мной все что хотите но я не могу не выложить это видео это просто полное безумие но поскольку лодка все равно приехала к нам уже в цех на переделки мы обязаны показать то с чего начинается переделка лодки поехали нифига си лайфхак вообще кайф вообще класс и в лодку собираться прямо отлично тормози корпус хороший дима я не спорю с тобой корпус кстати классный корпус великолепный замок варили ну нормально варили ну как получилось дим всем привет ну что недели три назад на моем канале пока мы были на волге у меня был обзор на лодку риб fortis 430 насколько я помню который принадлежал антону с канаву журлайф и вот теперь антон решил все-таки пересесть на жесткий корпус ну давайте посмотрим лодка у нас уже здесь в воронеже в цеху погнали а какая длина 470 470 но здесь кринолины конечно богатые вообще то есть просто просто богатые я сейчас попытаюсь туда залезть ой мамочки ох красота ткака лепота ну я честно скажу здесь кринолина фактически выполняют роль фиш платформ вот просто на них можно стоять и ловить рыбу я даже боюсь сюда наступать куда-то тут все так чисто как в трамвае ну тут все в его ковриках модные сидушки а вот здесь у нас что тут получается со скосом же да а вот кстати это вот как раз как как в перхе да у нас сделано да вот пожалуйста вот это к вопросу о том что мы говорили в одном из недавних видео то есть когда сделаешь вот так наискось а туда можно что-нибудь положить ух ты какие здесь модные карманы да гляньте еще и на молниях ну правда спиннинг целиком разложенный сюда конечно не положишь но сложенный на двое спиннинг сюда запросто влезет или куча всякого барахла полезного приманных там всяких я сейчас просто вот смотрю как обычный покупатель реально то есть вот просто я смотрю вот на такие мелочи восхищаюсь прям ух ты классу здесь а вот у меня открывает а нажимали а нажимаешь и открываешь да и открываешь а все понял вот это здесь полноценный рундук а бак где а в бензобак у нас под полом его коврики заметь с припуском сделано да это к вопросу об его ковриках что они сделаны с припуском потому что иначе они расширяются и потом это а вот защелочки эти не держат спиночку приходится руками держать о какой богатый здесь рундук слушайте здесь вообще богатый рундук здесь весла лежат так все сейчас бомбить будет это красный изолент сидушка должна вставляться плотно благодаря обмотанным красной изолентой знаете почему изолента красная потому что плотка красная ну классно это хорошее техническое решение мне нравится вполне нормально отлично так ладно сейчас еще один прикол вот этот рундук у нас поднимается он на петлях тут все нормально все отлично а здесь есть вторая часть рундука понимаете 1 петель не хватило 1 на липучки скромно мне ну кстати заметь дим не на изоленте не на изоленте да она все-таки на липучках ну да в принципе хорошие инженерное решение о какой бардачок нас сейчас с тобой затроллят вообще между прочим в комментах по полной программе нельзя так к лодке относиться уважаемый человек все купил лодку нет ну хотя с другой стороны а что ты хотел вот как вот здесь совершенно логичный вариант раз все закрывается не но ну держит держит функцию свою выполняет выполняет лишь держит держит так но здесь у нас что так это у нас мульти прибор от yamaha зарядка вот так лучше видно было вон там топливо вот все что я вижу вся беда этой лодки вот здесь на водительском сиденье это то что а что сюда можно поставить вот двенашка эхолот сюда уже не становится никаким образом ребят тук девятка так сидеть удобно вообще он я ноги вытянул с моими даже длинными ногами здесь сидеть вообще кайфно кстати дворник между прочим стоит у тебя финвале дворника не было смотри а здесь это вообще плюс ход дворник какой может быть не знаю какой ход дворника здесь может быть ком поставить он вообще ничего не так мне очень неважно чистить дворник или не чистит главное что он там стоит то есть задумка была хорошая что поставить дворник а чистит он или нет это дело пятое шедевр автомобильного искусства китайского но отличные кнопки ну что на ты что в жигулях не ездил что ли не поймал ну прекрасно с уазиком но уазике такого плана кнопки но нормально чё отличный вариант догадайся милый импортозамещение что какая кнопка включая не не неважно абсолютно виде кнопки ip68 и это вообще неважно где какая кнопка тут это по наитию какую нажал то и включилась все главное вот прикуриватель есть а есть вот стаканчик в подстакане вот есть стаканчик зато в подстаканнике это очень удобно так здесь у нас что здесь у нас о кстати антон прости ну ради бога ну прости нас дураков ну блин это для рыбы это рыбу хранить это лейву ну хорошо нет но он открывается валера это сухой бардачок ты серьезно сухой бардачок нет подожди ты серьезно это не лейву не это просто бардачок это просто бардачок нормально все отлично в принципе можно использовать как лейву но вот этот лайфхак мне вообще очень нравится то есть тут нет петель да нет а нет петель еще в левомерле петли кончились ну петли кончил вопрос к салюту вот все понятно я понял нет я просто смотрю как покупатель ночью нижней проблему вот так взять поставить вот-вот опустил ну не попала чуть-чуть а чем папа а все попал вот все вот я салюту за веревочку за вот эту 5 ставлю просто 5 баллов за одну только вот эту веревочку я ставлю 5 а это что а вот это автомобиль дожди автомобильный прикуриватель штанга задние топовый огонь тоже хорошее решение прямо сейчас просто сколько говоришь это лодка стоит 800 700 под миллион говорят сейчас уже вот максимальная комплектация но это из-за того что прикуриватель есть ну да вот зато ручка страха есть видела тоже жигулевскую ну жигулевскую да ну и что но жигули то тоже у нас стоит сейчас не 200 тысяч я не знаю я не я не знаю как я буду это видео выкладывать нас с тобой просто растерзают на части поля нас за гиргиз с тобой порвали а за салют нас просто с тобой порвут то есть мы еще не переходим на нос до вода тут богато вообще вот эта идея это с прогресс 4 идея ты имеешь ввиду с изолентой с красным а вот здесь фиксирует вот смотри а вот здесь вот здесь фиксируется правильно почему нам не фиксируется вес потому что потому что эти пружины там слабые а здесь нормальный то есть вот этот бардачок у нас фиксируется вот но надо заметить между прочим что бардачков здесь несколько больше чем в винботе правильно да и он еще наполняет роль силового набора вот тут пожалуйста вам тут аптечки конец спокойного александрова огнетушитель ну вообще все что нужно вот этот а вот это средние средние вот эта часть она вообще можно съемное видите вот видите она на шпингалетах здесь хороший шпингалет из леруа мерлен я такими это пользуюсь себя на даче там в одном этом завить но есть такой значит бывает на даче такое место куда ходишь у единицы я там тоже такой шпингалет стоит но не суть важно главное что вот это вот этот сегмент отсюда убирается вот и получается проход полноценный это кстати тоже хорошо а здесь 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 тоже вот это вот на на липучке вот этот но я тебя слепила из того что было потом что было то и полюбил называется ну ладно тут еще заметьте вот это штуки гляньте какое решение интересное вот это получается подголовник то есть вот штанга и вот эта часть то есть вот это все раскладывается в стандартную большую секс платформу вот они все вот раскладывается вот эта вот часть поднимается здесь вот вот это вот часть поднимается и все это превращается в секс платформу очень хорошо не над хорошее решение слушай мне нравится но то что убирается во-первых средний рундук нормально вполне то есть есть проход и то что он есть этот рундук это тоже хорошо это плюс это что все это раскладывается в нормальное спальное место сейчас переходим к носу там нажималочка такая там не же нет 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 направо тебе нужно вот сюда ну и что там или дальше вон то что нажималочка да да ё-моё как я туда залезу блин а я туда то есть это вот как я должен туда рукой пролезть вот какой охренеть спасибо что не убили меня раз и вот так и тут как обычно мы естественно как вы догадались липучки липучки узнаешь между прочим некоторые были двухсторонний скотч поставили бы ну хорошо хоть не двухсторонний скотч уже хорошо на липучке не ну с другой стороны опять же все же работает двери фиксируются фиксируются чуть или нужно ох война что ж ты подло я сделала сюда можно выйти но в ловить правда здесь не получать что убирать все равно здесь отсюда ловить невозможно я не знаю ловить мне кажется отсюда просто по моему не сильно реально нет но так вот он освободил конечно дима вот но я могу вот так стоять да в принципе я могу отсюда если один стоять отсюда кидать спиннинг я понимаю что когда я его закрываю я могу на него выходить дима у меня извините вот я например немножечко стремаюсь вот просто стоять на носу и ловить то есть я постоянно боюсь выпасть из лодки но я не знаю мне как тут дискомфорт какой этот вопрос вот об вот этих ребят опять же вот я сейчас скажу меня опять затроллят про резиночки которые мы вот тоже мы в гиргизе в лодке вот это видели вот стоят вот такие автомобильные резиночки они конечно хорошие но они вот внутри у них есть черный металл и как вы видите вот ведь они уже им кирдык вот они сгнили ну потому что алюминий с черным металлом не дружит вот это всего выкидывать два года корпуса а ну нормально за два года уже сгнили это отлично так ну как вы понимаете здесь якорный рундук здесь вообще все отлично все по-честному на цепочки все отлично он лишь он уже отвалился ну кто здесь отвалился он видишь вот здесь отвалить ну так два года прошло за два года он должен был отвалиться ребят 200 моточасов на лодке 200 моточасов на лодке ну хватит куда все походил хватит зато цепочки есть хорошая цепочка в леруа мерлен куплен держит держит на хрена тебе там шов но лодка классная это посмотреть нет реально лодка красивая классная ну а там зато хорошо подожди стой стоп 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 то есть молния здесь есть я сюда это кладу отсюда она вот сюда выезжает на ходу или наоборот да то есть вот здесь нету никакой стенки тебе не кажется ничего странного в этом решении здесь молния ты закрываешь вот сюда кладешь закрываешь отсюда выезжает идеальные решения а ну прекрасно черно это тупо на хомуте на хомуте а ты как хотел а как должно быть не на хомуте когда нет нет то есть труба должна быть до кабель-канал должен быть делал на труба кабель-канал пожалели его до сюда дотянуть ну так извините а он не дешев кабель-канал то сантехническую трубу сантехническую трубу ты в леруа мерлен заезжал ты видел сколько сантехническая труба стоит видишь вот там где проходили лодка то сколько стоит 800 тысяч ну а сантехническая труба сколько стоит дорого ну а чё ты тогда это говоришь ну то есть ничего нету ну нету и нету значит ну не смогла я ну стяжки зато есть стяжки на стяжки не сэкономили гоните вы на эту лодку хорошая лодка мне нравится дима предохранители это не так важно предохранители денег стоит уходовые огни вот который мы тебе ставили светодиодные да но денег стоит ну 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 стоит ну фигню кнопки сайпи 65 67 курочка по зернышку ну идея-то хорошие ну просто конца и не довели все но муж материал не хватило и это максимальная комплектация максимальный конечно наш с красной изолентой кей почему вот эти части не зашить не заклеить на ребятам не знаю а вот спинку можно было переставить и назад можно вот так сидеть да спинка вот кстати спинки можно переставлять это удобно прогрессовский но вон стоит прогресс да такие же спинки да дима принес антохе подарок вот прогресса сидушка стала нормально ребят она кстати тоже с красным в тему антон мы даже те сидушку подарим еще одну запасную сейчас у нас дима это попробует залечь в носу о вон ленте он спрятался там слушайте здесь можно еще этих беженцев всяких перевозить через границу нормально все вот так вот это закрываем дверцы все люди спаси с добрым утром да страна а это ребят блоки плавучести ну это нормально вполне шутим шутим это уже матри прежний хозяин да да сама не дали цс в котором стоит заливная горловина если сам отливной рецесс для чего чтобы сюда попадала вода да и сюда же врезанный круг горловину это логично добро пожаловать вода естественно никогда воду из карбюратора не удалял все ребята все я не могу больше это снимать слушайте ребят реально классный корпус вообще не просто так антону посоветовали купить вот эту лодку этот корпус но это вот к вопросу о том как можно вот такими мелочами вот испортить хороший корпус вот если честно ну не обижайтесь ну правда ну вот что видим то и поем правда я сегодня насмеялся в волю просто а за сим как говорится пока пока подписывайтесь на канал ставьте лайки ставьте все что хотите мы погнали туруханского я туруханского я а а Продолжение следует...